Всех глядачей в топе-двыслоке в канал «Сейчас», я Олена Гырак и разум земной на стриме у Типури. Рада видать их, Сергей Живнов, специалист из международных видностных спецслужб. Сергей, приветствую вас, рада видеть. Здравствуйте, Алена, привет всем нашим зрителям. Ну что ж, будем разбираться сейчас с заявлением пропагандистки Симоньян о ядерной бомбе, которая уже эффекта ядерной бомбы, собственно говоря, эффект этой ядерной бомбы получилась сейчас в прессе, в соцсетях и так далее. Что Симоньян говорит? Она предлагает, значит, в небе над Сибирью взорвать ядерную бомбу, чтобы оставить мир без связи, вывести из строя все спутники на земной орбите. Критикуют ее внутри страны, в частности, мэр Новосибирска, муниципальные депутаты, некоторые депутаты Госдумы отмежевываются от этих заявлений. Кремль, Песков говорит о том, что Симоньян не является госслужащим, поэтому, а смысл комментировать эти высказывания, заступается за Симоньян Кадыров. Как вот вы это видите? Устами Симоньян говорит она сама, потому что ей некоторые комментаторы посоветовали, ну, если хочет высказываться по темам, в которых она не разбирается, лучше пусть сделает это на кухне. Так вот, это из серии таких кухонных высказываний? Либо ее устами говорит официальный Кремль. А если официальный Кремль, то что бы это значило? Ну, я считаю, конечно, что прежде всего это пиар лично Симоньянши. Но Симоньянша, увы, вписана, встроена все-таки в какую-то государственную пропаганду, и ее рассматривают как государственного. Она является, конечно, недолжностным лицом государственной, на государственном уровне, да, то есть она не является чиновником государственным, высокопоставленным. Она не является тем человеком, который принимает какие-то решения или исполняет какие-то решения. Но Russia Today встроена абсолютно в государственную структуру пропаганды, и все, что Симоньян говорит, это не просто разговоры. Это, конечно, согласовывается каким-то образом с Кремлем все равно, хотя в данном случае Песков от нее отмежевался и сказал, что она вообще сама по себе что-то там вещает. Вот, довольно много людей, показательно, кстати, в этом смысле и в этот раз, то, что довольно много людей, которые связаны напрямую с физикой, с ядерными делами, они, конечно, протестовали даже внутри вот этого путинского режима и даже внутри этой путинской пропаганды по поводу того, что Симоньян сказал. Потому что она предложила не просто ядерную бомбу, она предложила взорвать термоядерную бомбу, причем ее высоко в атмосфере. И таким образом, конечно, это ужасная вещь, которую потенциально нельзя лишить Российскую Федерацию, потому что Российская Федерация на своей территории производит взрыв. То есть ей нельзя сказать, что вот вы на кого-то там напали. Она ни на кого не напала, она у себя, на своей территории взрывает это и в своей атмосфере. Но цель навредить миру, правильно, Сергей, цель навредить миру. Вы знаете, цель навредить сначала Российской Федерации, потому что надо понимать, что такой взрыв прежде всего повредит Российской Федерации. Потому что в самой Российской Федерации на несколько сот километров вокруг этого места перестанет действовать вся электроника, обрушатся все провода какие-нибудь электрические, сгорят все компьютеры, сгорят все электроприборы и так далее и тому подобное. Потому что когда происходит, ну нужно понимать, как работает термоядерная водородная бомба, сначала происходит ядерный обычный взрыв, а потом эта ядерная реакция порождает вторичную термоядерную реакцию, и в результате получается огромный взрыв, огромная мощность, несколько десятков мегатонн. То есть последний вот из таких взрывов был произведен в 61 году на Новой Земле, так называемая царь-бомба, 58 килотонн. С тех пор, кстати, тогдашние руководители и Советского Союза, и Соединенных Штатов Америки поняли, что пора заканчивать с этой историей, потому что иначе можно сжечь вообще всю атмосферу, потому что последствия чрезвычайно огромные. И с тех пор, по-моему, даже не было никакого больше наземного и воздушного испытания термоядерного оружия, и только, может быть, там подземный какой-то вариант еще был, но уже поняли, насколько все это опасно. И когда Симонян, конечно, такие вещи выкладывает сейчас, это абсолютно, во-первых, идиотская вещь, потому что это просто идиотизм. И с другой стороны, это вещь, которая является эскалацией вообще всей риторики российской, и как бы Кремль от нее не открещивался, она все-таки является пропагандистской. Да, конечно, это не Медведев, потому что Медведев говорил сходные вещи, но Медведев – это государственный чиновник высокого ранга, бывший президент, бывший премьер-министр, нынешний заместитель председателя Совета Безопасности, нынешний председатель военно-промышленной комиссии, первый заместитель у Путина. То есть то, что страшные вещи, о которых говорил Медведев, и он, в том числе и Путин, поняли, что с этим заигрывать нельзя, потому что иначе Российская Федерация вообще ставит себя в качестве страны изгоя. И выбрали, значит, эту самую Симоняншу. Но ее заявление – это, конечно, эскалация огромная, ядерная эскалация, потому что, в общем, это продолжается уже 19 месяцев. Российская Федерация проигрывает, совершенно ясно совершенно, что она проигрывает классическую войну против Украины. Страны, которая в 4 раза меньше по населению, 25 раз меньше по территории, в 10 раз меньше по экономике и так далее, но она ее проигрывает. И когда она ее проигрывает, то каждый раз возникает история – не смейте нам грозить, потому что иначе у нас там есть ядерное оружие, мы вам будем грозить. И вот нашли, значит, вот такую новую угрозу, потому что они понимают, что если будет Российская Федерация ударить даже тактическим ядерным оружием, то есть маленькой-маленькой ядерной бомбе по Украине, Россия нарушит все мыслимые и немыслимые договоры, нарушит Будапештский меморандум, по которому она гарантировала безопасность Украины. Ну, она его и так уже нарушила, потому что она вторглась в Украину, а была страной, которая гарантировала безопасность Украины. Но она нарушит договор о нераспространении ядерного оружия и прочее, и тому подобное и прочее, в результате чего даже такие страны, как Китай, могут принять против нее, то есть обязаны, кстати, по этому договору 68-го года принять меры против Российской Федерации. И тогда вот они думали, что бы нам такое сделать, какую-нибудь нам гадость сделать, но что бы нас не обвинили в нападении на неядерную державу и так далее. И вот Симоня, значит, придумала такой вариант. Ну, конечно, не она придумала. Конечно, есть какие-то сумасшедшие люди в генштабе, конечно, есть какие-то сумасшедшие военные, есть какие-то сумасшедшие спецслужбисты, есть какие-то сумасшедшие физики. Таких сумасшедших всегда можно найти. И она является рупором вот такого крыла абсолютного идиотизма, потому что, грубо говоря, она сама сказала, это нас вернет в каменный век. Потому что все, на чем строится сейчас мир, это интернет, это взаимосвязанный мир, это электроника, это спутники, которых у Российской Федерации нет. У Российской Федерации всего осталось там 80 спутников работающих. Для примера, у одного только Илона Маска, как частной фирмы, более 5000 спутников. И поэтому, конечно, такой ущерб нанесет всему миру. То есть все корабли, которые сейчас ходят за счет геолокации, все они встанут, и надо будет возвращаться обратно к секстантам и прочим приборам, которые использовали еще в средние века. Значит, остановятся все компьютеры, остановятся на какое-то время. Поэтому, конечно, это болтология. Но болтология абсолютно ужасная. Она показывает, кстати, что Российская Федерация при Путине сейчас абсолютно деградировала, и абсолютно идиоты, и сволочи, и подлецы занимаются тем, что шантажируют всю планету последствиями, которые будут ужасны для тех планет. И в этом смысле это очень хорошая вещь, потому что это показывает настоящее лицо Путина и настоящее лицо Российской Федерации. Вот эта вещь накануне какого-то там очередного раунда в Турции, или где-то должны собраться люди для того, чтобы там с Эрдоганом, с Салливаном поговорить о том, о возможности заключения договора с Российской Федерацией. Вот Эрд Симонян даёт отличную аргументацию всем тем, кто говорит, что с Российской Федерацией при Путине ни о чём договариваться нельзя, потому что они абсолютно безответственные люди, и всё, что они меряют, начиная с Медведева, с Путина, с Володина и прочих всяких государственных деятелей, кончая этой самой пропагандистской Симонян, это абсолютно ужасные вещи, которые доказывают, что Российская Федерация – страшное государство, угрожающее всему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова